МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему сегодня жителями двух деревень представились наши гости, мы прямо сейчас и объясним. Во-первых, мы не могли пройти мимо поста Юрия Басманова на его страничке в Фейсбуке, который призвал жителей нескольких деревень, порядка такой хорошей список, деревень Слободского района, написать свои комментарии по поводу его предложения, его, это Юрия, предложения о присоединении, в переводе, не знаю, как это называется, Коль, поправь меня. Ну, почему правильно? О присоединении деревень Слободского района к городу Кирову, к Первомайскому району города Кирова. О каких деревнях идёт речь и почему вдруг такой пост вы соорудили, Юрий? Дело в том, что вот эти все деревни находятся в одном направлении. Конечное направление – это деревни Батыши. Почему родился этот пост? Ну, после очередной моей замены подвески и нескольких убитых колёс. Поэтому коммунальные услуги всю зиму были оказаны очень плохо по этой дороге. То есть именно по дороге? Да, именно по дороге. То есть по содержанию дороги, да? Да, не чистили. И были такие моменты, я даже сам лично там выручал женщину, которая выбросила на бровку с ребёнком, с маленьким, как бы впереди детское кресло. И мне пришлось оказывать помощь ввиду того, что женщина была напугана, ребёнок был напуган, и вот мне пришлось доставать эту машину с бровки. Как бы джип, хороший джип. Поэтому, ну, кто бывал в этой стране, прекрасно знает эту дорогу. Чтобы не ездить фактически нельзя. Я бы там поставил знак запрещения въезда. Эта дорога объединяет деревни Лубни, Балабаны, Нижние и Верхние Булдаки, Сунцовы, Кузнецы, Мошкачи, Нагорены, СОВИТАМИН, это что такое? Садоводческое общество ВИТАМИН. Садоводческое общество ВИТАМИН. Лесная Полянка, деревня Суворове, химик Головизниный, лесная сказка, Никульчино, Рожки или Рожки. Рожки, наверное. Оздоровительный центр Неумывайкина, Бабичи, посёлок Боровица, большие и малые Сколотни и Баташи. Вот эта дорога, которая спустя эти деревни проходит, на ваш взгляд, находится в состоянии, невменяемо почему-то мне хочется сказать, в разбитом состоянии. И вы считаете, что переводом этих деревень из подчинения Слободского района в подчинение города Кирова, конкретно Первомайского района, эту проблему можно решить. Правильно? Совершенно верно. Если даже сейчас, двигаясь по направлению данных перечисленных населённых пунктов, то мы проезжаем Порошино. До Порошино хорошая дорога. Это Первомайский район. И, соответственно, дальше начинается гиблая дорога, где уже указатель Слободской район. Уже мы прекрасно видим, что по этой дороге совершенно ездить нельзя. Я вчера была и позавчера была в этом направлении, вот ездила до лесной сказки и обратно, и комментировала своей дочери. Она меня спрашивала, мам, я не поняла, почему 200 метров мы едем более-менее ровно, а 200 метров бомбёжка, и ещё 200 метров ровно, и 200 метров дайбёжка. И вот такое лоскутное одеяло до лесной сказки, это маленький такой промежуток, ещё не доезжает до Боровицы никакой. Я очень хорошо это объясню, потому что во всех проектах, которые я смотрел, я борюсь вообще с этой дорогой с 2008 года, поэтому там постоянно делают вот эти заплатки на этой дороге. Ну и у них там в плане обычно несколько километров, или километра, или там 500 метров использования капитального ремонта. То есть вот эти 200 метров, допустим, они делают капитальный ремонт какого-то участка, которого-то убитого, а остальное они просто латают заплатки, которые через месяц, даже может быть и раньше, они вылетают. Вообще нелогичность дорожного строительства в Российской Федерации, в Кировской области, это, не знаю, уже даже не обсуждается, но мы видим, что большие федеральные деньги приходят по проекту «Безопасные и качественные дороги», и вообще мы помним, что распоряжением президента дороги должны привести в порядок к 2024 году, по-моему, там сколько, сейчас Багир мне напомнит, 85% дорог должны быть соответствуют. Вот. Но всё происходит, как происходило раньше, на мой взгляд. Слушай, ну это те же обещания, которые с 2011 года даются, не надо им верить. Хорошо. Багир, вы как человек, который долгое время работал и продолжает работать в группе при общественной палате по как раз контролю за ремонтом и строительством дорог, как вы охарактеризуете эту ситуацию? Ну, честно говоря, я вышел из этой группы, потому что группа в течение года бездействовала, я это сделал публично для того, чтобы вопросов, мягко говоря, не было. Не хочу разделять ответы на с теми, кто вот имеет уже чёткое понимание ситуации. Хорошо, но всё-таки вы эту ситуацию представляете себе, поскольку много посвятили времени. Да, поправлю коллегу. На самом деле и в Порошино дороге нет, её делали 2 года назад, она гарантийная, я её ещё и принимал с Виталькой, ездили мы. И на самом деле делал её в Ветавтодор, и такое ощущение, что власть сама под себя ходит, поскольку эта дорога уже рассыпается, а там живёт тот же губернатор, и тот же, я уж не знаю, как его назвать-то, Шульгин, да, живёт, не живёт, уехал, приехал. Вывший глава администрации. Там живёт большинство, так сказать, представителей действующей власти, это факт. По поводу дороги дальнейшей, её ежегодно ремонтируют, ямочный ремонт не имеет гарантии. Никакой представитель итальянской диаспоры в этом году это делали, я подъезжал, ролики скидывал в Слободское. Что такое представитель итальянской диаспоры, простите? Ну, это люди, которые похожи на итальянца, вот, так сказать, они делали дорогу. Видео есть, зайдите, пожалуйста, ко мне там, или в Дилой дороги. Я понял так, что речь идет о неких южных европейцах всё-таки. Ну да. Давайте спокойно всё-таки определим, кто ремонтировал эти дороги. Есть компании, названия? Названия есть в Слободском, они выигрывали там аукционы, тендеры, потом... Это какая компания? Это довольно, насколько мне известно. Ну, я бы разбирался с этим уже в режиме, так сказать, следующего года, вот этого года, когда они начнут делать, и попросил бы всё-таки органы, так сказать, контролирующие, действующие. Делала какая компания Багет? И я почему должен ответить на этот вопрос? А как я могу... Ну, это известно? Ну, это известно заказчику. Открытая информация? Это известно, ну, это же коммерческая тайна, как мне, например, говорят. Почему? Ну, потому что на аукционе выигрывает одна компания, делает другая, выяснить, какая нужно, так сказать, проявить. Хорошо. То есть была она подряд отдано просто час. Хорошо, официально, это какая, кто подрядчик? Какая компания подрядчик? Давайте на этом сейчас не зацикливаться, мы просто потеряем время. Вот есть Слободской район, есть глава, который иногда хочет отвечать на вопросы, который не хочет. Давайте просто по существу сейчас по делу. Это вполне по существу, прошу прощения, потому что если мы говорим о том, что ремонтируются дороги АБК, то надо назвать подрядчика. Ну, хорошо, не хотите, не надо. Хорошо. Послушайте, я не представляю действующую власть Слободского района. Я просто живу там. А вам, Юрий, известно, какая компания занимается? Нет, к сожалению, не известно, но я бы рекомендовал главе администрации Слободского района просто взять, ну, как бы, со своего кабинета встать и проехать по этой дороге. Хотя бы один раз, тогда бы он убедился, что это за дорога и в чем вообще какая-то проблема. У вас была попытка обратиться к главе Слободского района? Мы несколько раз обращались. Официально? Как в каком виде? В письменном, в устном? В письменном. Там ведь гарантии нет. То есть, дорога делается, но гарантии нет. Ну, они, вот сейчас, на данный момент, они отписывают, что ремонтировать эту дорогу будет где-то в июне, в июле месяце. То есть, точно так же будет ямочный ремонт и, может быть, 200-300, как бы... Свет, какие вопросы подрядчику можно задать, если там нет гарантии на эти работы вообще? Вот они делают ее в течение месяца, и в следующем месяце уже там яма. Почему яма? Газпром в течение двух последних лет там со стороны Никульчи делал свою дорогу, трассу, проводил газ. И мы обращались, куда только не обращались, нам говорили все, что даже губернатор до этого не делал. Он не может сказать Газпрому нет. И поэтому с перегруза машины ходят. Мы пытались выяснить, что за машина. Оказывалось, что у нас нет возможности даже ее остановить по закону, потому что нет весового контроля. Другой причины для остановки и определения веса машины вообще в принципе нет. Беспредел полнейший везде. В этом году там возят песок. В прошлом году мы говорили с Албеговой, она в курсе, она знает. Ребята копали, так сказать, месторождение песка без лицензии, причем не в том месте, где у них вообще была карта. В этом году все продолжается. Вот просто этот объем безобразия, беззакония творится не только, прошу обратить внимание, в Слобоском. По программе БКД мы понимаем сейчас, что выделяются деньги на агломерации. Агломерация это, ну, считается и Киров, и Чапецкая, и Слобоская. И если уже в принципе агломерацию, так сказать, на одну агломерацию Киров, Чапецкая, Слобоская выделяются деньги, так может есть смысл рассматривать это все как совместную площадь. При этом это соответствует, так сказать, нашим трендам в урбанизации, то есть развития нашей страны. Но они не нами заложены, они просто существуют, действуют на сегодня. Пройдемся на полторы минуты. 211-101. 211-101, телефон прямого эфира, и хотелось бы услышать жителей его деревень, которых мы перечислили. Что вы думаете по поводу инициативы присоединения вот этих деревень к Первомайскому району города Кирова? Изменится ли ваша жизнь, дорожное строительство, качество инфраструктуры? Ну, там дело не только в дорогах, мы об этом тоже поговорим еще. Юрий Басманов, Багир Шарифов, жители, соответственно, деревень Бабичи и Баташи, здесь в нашей студии. Инициатива Юрия Басманова о присоединении деревень Слободского района, целый список, который мы перечислили до перерыва, к городу Кирову. Первая претензия – это плохая инфраструктура дорожная. Давайте тут сразу поясним, а как перевод вот этих деревень в подчинение города Кирова может изменить ситуацию с дорогой? Юрий. Ну, во-первых, финансирование. Я думаю, что у Слободского района, ну, как бы, как у субъекта дороги, ну, менее выделяется денежных средств, и они не могут сделать капитальный ремонт. Соответственно, город Киров, Пермайский район – это сильный район города Кирова. Ну, по присоединению вот этих населенных пунктов, ну, будет увеличено финансирование как к Пермайскому району, потому что субъекты появятся. Поэтому... Больше шансов, скажем так. Да, больше шансов усилить вот это. Вы сказали, я думаю, у нас есть какие-то цифры финансирования этой дороги, о которой мы говорим, и в сравнении с цифрами по Пермайскому району? Ну, пока нет этих цифр. То есть это пока только предположение. Это первое. Ну, и второе, это тоже предположение, что Пермайский район сильный. То есть в каком отношении он сильный? Может, добавлю твои три копеечки? Ну, во-первых, да, есть какое-то доверие к тому же Симакову, который ездил по дорогам. Вячеслав Николаевич, глава Пермайского района. Вячеслав Николаевич, глава района. Плюс там есть очень сильный депутат у нас, Шлемюнзон. Юрий Иванович. Он живет там же. Он тоже, так сказать, живет там же, ездит по этим дорогам постоянно. Это хорошая новость. И вполне возможно, это как-то повлияет на процесс. Но есть еще другая новость. Смотрите, в Слободской в прошлом году по программе БКД позапрошлом и в Кирове выделялись одинаковые деньги. Они торговались также на аукционах. Компания «Самострой» победила эти аукционы-тендеры. Несколько дорог сделала в Слободском, несколько в Кирове. Они все разрушились. То есть контроль одинаковый, отвратительный, паршивый везде. Поэтому мы сейчас, ну, я сейчас предполагаю, что, может быть, вот конкретные люди, личность играет ключевую роль в истории города, проекта и так далее. Могут как-то поспособствовать. Но надежды как бы на системное решение вопроса в том, что в Кирове больше денег, а в Слободском нет, они одинаково распыляются вообще или распиливаются. Вот я бы так немножко еще отразил ситуацию в эту сторону. Ну, я так понял, Юрий, мы вот еще говорили до эфира, что дорога – это, конечно, самое больное место. Но кроме этого еще и территориальное расположение этих деревень, которые ближе к Кирову, и вот усложняет это очень много других вопросов, в том числе вопросов там с медициной и с чем-то еще. Да, совершенно верно. Видите, этим жителям надо доехать до Порошина, чуть-чуть дальше, как бы пересесть на Слободской автобус, как бы поэтому… А сколько это получается в километрах, вот так скажем? Ну, если взять 35-40 километров… 35-40 километров – это чтобы доехать до больнички? Да. Условно говоря, до Слободского района. Или же просто в Киров приехать, вот в Порошино взять, допустим, населенный пункт Порошино, где там фактически до 9 километров, вот, и сдать все там анализы, получить медицинское лечение. И проще по социальной службе, конечно. Да. Если ехать там в Слободской, вот сколько времени займет. С теми же судами, в общем-то, люди уезжают на целый день. Инфраструктура. Получается так, что за любой справкой надо ехать, по большому счету. Ну, не за любой, конечно, за большинством справок надо ехать в Слободскую, в районную администрацию. Все верно, да. Это весь день надо провести. Весь день провести, и очень неудобно, и финансово, экономически невыгодно. Самое время почитать комментарии под вашим постом. Люди разные пишут, причем есть люди очень известные, которые тоже пишут про это. Рустем пишет, что только за вот это предложение, плюс Малый Сколот не просил присоединить к списку по переводу в подчинении города Кирова. Дальше, значит, пишет Игорь, что Зониха тоже за выход. При Хомякове район реально упал ниже планки. Хомяков – это глава района Слободского. Дальше, ну, Багир Шарифов свои пять копеек, как он любит, говорит, ставил. Ну, ура, и присоединить к району Майами и Монако. Как это скажется на стоимости электричества и услуг? Вот надо будет, кстати, обсудить эту историю. Какой смысл в переводе и как это скажется на услуги? Вячеслав Тихонов пишет, а смысл в Кирове не намного лучше. Лев Саламатов пишет, логика жителей, проживающих в перечисленных населенных пунктах, понятно, но зачем Кирову принимать в состав городского округа новые территории с новыми жителями, тем самым увеличивая социальную нагрузку на свой бюджет, не очень хороший? Зачем это нужно? Валерий Фокин, была бы власть нормальная, везде бы хорошо было, что в городе, что в деревне. Вот, вот, вот. Ну, и Елена пишет, которая там проживает в лесной сказке, абсолютно с Еленой согласна, потому что вот сама проехала по этой дороге. Езжу в Киров на работу и вечером довольно поздно по темноте обратно домой. Я вам скажу, ребята, это не для слабонервных, она сказала. У вас есть телефонный звонок, то есть помимо комментариев под постом, я думаю, что сейчас мы еще узнаем какое-то мнение живое. Добрый день. Добрый день, Надежда. Надежда, добрый день. Получается, что нам нужно всю область называть городом Киров. И тогда будем обслуживать дороги деревенские. А вот у нас в самом Кирове совершенно невозможно ходить. Нет ни дорог. Вот поселок новый, например, там не пролазно дороги, нет тротуаров, ни дорог, ничего нет. Во-вторых, вот, например, те, которые хотят насоединиться, они бы, конечно, хотят, чтобы им и билет сделали так же, как и в городе стоимость билета на автобусе. То есть, получается, люди будут жить на природе, грибы, ягоды, огород рядом с зумом. Это не то, что садоводу нужно из города вечером или выходные выбираться в сад, выезжать. Все 33 удовольствия хотят получить, еще и числятся горожанами. Я против. Ну, это вот как раз мнение. Зачем городу Кирову, да, присоединение? Спасибо, Надежда. Так, 211-101, номер телефона прямого эфира. Давайте комментировать. Ну, люди думают, что я живу плохо, пусть сосед живет еще хуже. Нет, вам не так скажут. Ну, примерно так, что. Она сказала, почему вы рассчитываете, что ситуация улучшится? Посмотрите на город Киров, в котором не только в поселке Новом, но и в центре города достаточно... Поселок Новый сейчас тоже, вообще-то, в центре у нас находится, если посмотреть. Да, ну, в магистральной дороге свернуть, даже в центре. Не вижу в том, что человек хочет жить лучше, ничего плохого. Я вижу плохое в том, что вот эту возможность у него забирают, вот это, конечно. Нет, она в другом говорит. Она говорит о том, что почему вы рассчитываете, что будете жить лучше, если посмотрите на сам город Киров и там с дорогами швах. Еще один телефонный звонок. Да, еще один телефонный звонок. Алло, добрый день. Добрый день. Да, представьтесь, пожалуйста, высказывайтесь. Меня зовут Александр. Скажите, пожалуйста, я не с самого начала слушаю передачу вашу, но пока я слушал, ни один из участников не обратил внимания вот на что. То есть каждый год на это направление Слободское выделяются федеральные деньги, да? Почему-то никто, ни из депутатов, ни из городских наших служителей не обращает внимания на то, что там возят грузовые машины, очень большой грузопоток. То есть, скорее всего, с перегрузом это везут торф по Слободскому. Значит, и ни один человек не обращает на это внимания. Что у нас происходит? То есть это Слободской, это производственная, это аэропорт дороги. Каждый год мы делаем эти дороги, значит, и снова с утра просыпаемся и стримим на Дерибасовской. Да, не отключайтесь, пожалуйста, не отключайтесь, пожалуйста. На самом деле Багир Шарифов с этого начал нашу сегодняшнюю программу и сказал про большегрузы, которые не только торф, вот про торф еще не знаю, песок и Газпром там тоже строят газопровод. Дорогу строил, большегрузы не проверяются, потому что у нас нет весового контроля, так что мы об этом говорили в начале программы. Да, извините, я не слышал. Скажите, а есть ли выездной контроль у нашего дорожного хозяйства? То есть есть весы, которые не могут выехать и проверить? Мы, понимаете, в чем дело, мы тратим муниципальные, федеральные деньги, но контроль за осуществлением... Вот спасибо тебе огромное. ...искулахации имущества, он не происходит. Вот большое тебе спасибо, низкий поклон за эти слова, да. Ну да, ребята, то есть на самом деле мы можем ремонтировать хоть что, но вообще-то нужно нормально за своим имуществом наблюдать. Пока мы не будем его оберечь, то есть к своему относиться, вы же по своей дороге не дадите 40 тонн возить, а здесь возят по 40 тонн. Все понятно, спасибо. Спасибо, да. То есть вопрос о том, что еще мало того, чтобы эту дорогу деньги вложить, надо еще проконтролировать, чтобы эти перевозки песка там прекратились. Это же комплексная мера. В прошлом году Албегова знала об этом, и говорили, и все это, так сказать, контролировалось, но видите, в чем проблема. Я, простите, секундочку, хотел бы обратить внимание, я не агитирую за присоединение или не присоединение. Я пришел все-таки обратить внимание на то, как действительно бесконтрольно происходит все и в городе, и в области. Конкретное направление, по которому приходится ездить, лет 10 пытаясь строить там-там. Ну да, на природе хочется, я желаю этого каждому из нас с вами. Но есть важные обстоятельства. Все соседи, с которыми я вчера говорил, все в один голос говорят, что это все ужас, мы не верим, нас хотят опять денег, где-то кто-то как-то. Ну это мы сейчас как раз говорим про то, что я с вами делаю. Люди в отчаянии, они боятся этих шагов больше всего, они не доверяют власти уже, вот об этом стоит говорить. Люди боятся каких шагов? Ну примерно, что подорожает стоимость у них сразу же электричества. Про присоединение, да. Вы же там обсуждали, про присоединение Кирова. Но вот женщина звонила и говорила, что да, билеты на автобус подешевают. Да классно, за 200 рублей мы ездим. А почему? Ведь на самом деле, смотрите, 25 до Порошина, 28, да, и 200 рублей туда, а там ехать-то 2 метра. Ну да. 200 рублей? Ну и взять электроэнергию. Если условно электроэнергию, то Порошина мы платим 2,76 рублей. Это сельская местность. Первомайский район города Кирова, все идет по сельским расенкам. Они боятся, что это повысится, может, что там еще налог на землю, еще какая-то ерунда будет. Но люди боятся всего, потому что они не доверяют. И, главное, сельская ипотека, то есть она якобы может быть не счастливой. А она ниже сельской. Она 3% сельская ипотека. 3% сельская ипотека, да. Жители могут это потерять. Ну, точно так же и Порошина, и другие населенные пункты сельской местности города Кирова, они все... Ну, этот вопрос сейчас вообще актуален, когда у нас особенно создают вот и городские округа на месте, вот как на Богородском создали городской округ, там тоже была большая паника, что мы всего лишимся. Просто я считаю, что для удобства, ну, видите, как бы, если нет возможности, как бы, что-то там присоединения или каких-то других мер, то надо просто хотя бы решить какую-то вопросу с теми же дорогами, с теми же коммунальными услугами. Да, мы продолжим сейчас обсуждение, примем телефонный звонок. Добрый день. Алло. Алло. Вы в прямом эфире? Нет? Сорвался. Сорвался. 211.1. Прямой эфир. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Вы можете звонить, беседовать с нами, высказываться, задать вопросы нашим спикерам. Итак, Юрий Басманов, надо сразу сказать, Юрий Басманов выступил с предложением несколько деревень Слободского района перевести в Первомайский район города Кирова. Деревни. Лубни, Балабаны, Нижние и Верхние Блудаки, Сунцовы, Кузнецы, Мошкачи, Нагорены, Витамин, Лесная Болянка, Суворовы, Химия, Головизнина, Лесная Сказка, Никульчина, Рожки, Оздоровительный Центр, Неумывайка, Бабичи, Боровица, Большие и Малые Сколотни, Баташи. И тут еще в комментариях люди просят присоединить их деревни. Значит, почему? Потому что дорога, которая насквозь проходит через эти деревни, или и так иначе деревень выходит на эту дорогу, в совершенно ужасном состоянии. И Слободской район, судя по всему, не может справиться с тем, чтобы эту дорогу сделать нормальной, проезжей, а лучше вообще хорошей. Ну, у нас уже об этом не говорят, что можно построить хорошую. Золотайте нам дороги, говорят. Есть разные мнения. С одной стороны, вроде как есть сильные управленцы в Первомайском районе и депутаты, которые могли бы повлиять на эту ситуацию в случае перевода. С другой стороны, мы понимаем, что по БКД выделяются деньги и туда. Правильно? На Слободской выделяется по БКД. Деньги вроде как есть, но эти населенные пункты сейчас относятся к сельским территориям, и поэтому у них другие коэффициенты по ипотеке, по электричеству, по теплу. Правильно? Они ниже, чем в городе? Ну, конечно. Они ниже. Сами жители высказываются пока что только... Ну, скажем так, с опасениями. Свет, по БКД выделяются деньги на город Кирова, город Слободской. Она районный, выделяются уже вообще копейки. А это называется район, да. А это районный. Слободской. Ага, не сам город. То есть это уже дорога, получается, местного значения, то есть это если в районном бюджете в Дорфонде есть какие-то средства, там какую-то копейку могут... Да вообще нет. Слушайте, в прошлом году ямочный ремонт делали своими руками. Вот собирали деньги, скидывались и делали ямочный ремонт к себе. И обслуживаем дороги, в том числе сами, там подрезаем какие-то ветки. Там вот есть белорусов, такой Володя, ему низкий поклон. Просто сам как бы делает, а мы скидываемся потом. Вот так. Да? Да, такое. Вот факт. Просто вот так все живем. Поэтому я сразу посмотрел на этот пост и думаю, человек предлагает отсоединиться. И такое ощущение, что прямо за... Потому что лучше-то они становятся. А теперь вопрос возникает, куда присоединиться. Ну, вот смотрите. Ну, территориально понятный Кировский район. Вот когда латали эту дорогу... Почему? Латали эту дорогу. Нам поясняют, что мы лучше со Слободского деньги потратим на проезжую часть там Вахруши, в самом Слободском дороге, проезжие дороги, чтобы должны быть. Ну, а ваш аппендицит как бы уже... Слушай, можно я пошучу? Бюджет города Грозного больше, чем бюджет на нашей всей Кировской области. Я не знаю, может туда присоединиться? И причем на 85% до оттенционного из федерального центра. У тебя было предложение к Майами. Майами прекрасно. Морока, надо подумать. Надо сказать, что Юрий Басманов не просто так написал пост с предложением. Он еще сказал, что нужно обсудить вопрос об обращении губернатору Кировской области, мэру города Кирова, главе администрации Первомайского района, главе администрации Слободского района о сходе граждан... Да, проводить сходы граждан, да, безусловно. О выходе из Слободского района ввиду плохого содержания дорог, коммунальных услуг, неудобства поездок, посещения поликлиники, больниц, судов и прочее. Ну, есть определенный же регламент перевода населенного пункта. У нас некоторые пограничные кировские территории. Уже кто-то в Удмуртию перешел, кто-то там собирается в Коми перейти. Есть такие регламенты? Комиторные объекты, это очень важно, больницы, документы оформить, ездить в Слободской. Кстати, я бы... Вот, например, извини, пожалуйста, Багир, вот, например, Сидоровка перешла же в город Киров, там тоже было неудобно ездить в Кирово-Чапецк. Или вот сейчас Федяковское сельское поселение переходит в город Киров. Это же все реально, все... Это все реально, это есть определенная процедура, то есть надо собрать сельский ход, принять решение, обратиться в Думу, Дума должна поддержать, другая Дума поддержать. Совершенно верно, да. Если есть такая необходимость, и все разумно разложить... Пишите в июре в своем посте, собираем инициативную группу и просим писать в личку, кто готов в нее войти. Есть отклики уже? Есть уже, да. Порядка десяти человек уже готовы пойти в инициативную группу, в том числе и Багир Багирович. Поэтому я думаю, что мы будем продолжать этот вопрос по... Порядок действий какой дальше? Ну вот сейчас определим, какой порядок, соберем инициативную группу, соберем их в Доме культуры Порошина, дальше попробуем сделать сход в этих населенных пунктах. Ну там, наверное, в каждом же пункте проводится, если сход, да. Да, в каждом населенном пункте. Ну и сейчас как раз рассматриваем, кто за, кто против, кто какие... Кто-то, может быть, вообще люди будут против, поэтому нет какой-то необходимости это все собирать. Поэтому мы сейчас все это изучаем. А как вы это изучаете? Ну, пока в социальных сетях. Пока в социальных сетях. Ну, потому что по домовой обход сейчас невозможно. Нет, нет. Да, и еще долго не будет, возможно. Ну, в социальных сетях, зато сейчас все активно ринулись. Я ведь так понимаю, Юрий, что это ваше предложение, даже если люди скажут, нет, присоединяться не надо, оно преследует много целей, да. И главное поднять проблему, чтобы она засвучала. Обратить внимание. Просто вот таким кардинальным способом вы пытаетесь изменить какую-то ситуацию и указать на эту проблему, но обратите внимание. Конечно, я думаю, что губернатор Кировской области ему доложат в этой ситуации, тем более он проживает тоже в одном из этих перечисленных населенных пунктов. Ну, да не до этого поселка дорога нормальная. По сравнению с тем, что дальше. Да, там все окей, и на Порошино каждый год что-то там выделяется. Значит, если он обратит это внимание... Да разрушается уже, гарантийно разрушается. Поэтому я рекомендую главе администрации Слободского района прокатиться по этой дороге, действительно самому, а желательно на своем личном автомобиле, если он такой имеет, тогда он может быть сам задуматься, что что-то не так. На легковом добавь, пожалуйста. А что может сделать глава района, пусть даже и Слободского, в ситуации тотальной бесхозяйственности? Ну, он командир. И дефицита. Он скажет, что нет денег, как он говорил уже там подряд три года, и так говорят. Так вот, все-таки, кстати, я, конечно, провокационно у меня был вопрос по поводу тотальной бесхозяйственности. Все-таки бесхозяйственность, некомпетентность, отсутствие денег или что тут главное? Ну, комплекс вот этих, так сказать, мер. Я, честно говоря, я, наверное, здесь больше для того, чтобы не допустить постараться безобразия, потому что может так случиться, что эти выборы или кто-то возьмет инициативу, начнет ее извращать. И, кстати, как обычно назначат этот сбор на 22 апреля, день дураката. Уже не назначат. Уже все на июнь переносят. Ну, или на июнь, я не знаю, перенесут на когда-нибудь. И, так сказать, используют эту ситуацию для того, чтобы... Ну, как вы помните, несколько лет назад мы присоединяли, расширяли границы города Кирова, и это стоило городу 40 миллионов или 45 миллионов рублей. Вы знаете заинтересованное лицо, которое получило в итоге эти деньги, да? Город Киров расширялся, и мы все знаем по имену этих депутатов, которые за это голосовали. А потом оказалось, что все это, так сказать, делалось из корыстных целей. Ну, мы видим последствия, так сказать, управления там тем же Быковым городом. И я очень сильно боюсь, что современность такова, да, что вот любая инициатива, любое доброе намерение превращается, манипулируется в корыстную какую-то там цель. Поэтому вот и все мои, так сказать, соседи, они очень сильно этого боятся, об этом говорят. Есть ли какие-то варианты все-таки, чтобы нормально садиться там за стол переговоров и в какой-то системном таком взаимодействии пытаться решать вопросы? Вот не в лоскутном, да, не в ямочном ремонте, я имею сейчас в виду вообще все общение, чтобы не время от времени залатали и забыли, а выстраивать системно. Потому что вот опыт рабочей группы по контролю за ремонтом и строительством дорог, когда вот эти несколько лет вы работали, было ощущение, что может как-то выстроиться этот общественный контроль, взаимодействие со специалистами. Там действительно выявилось, что есть у нас специалисты, и расчеты можно составить, и выявилось там, что где эти серьезные слабые места, техническая документация, гарантийные сроки и прочее. А потом бац, и все закрылось, и яма такая очередная образовалась. Вот сейчас к чему мы должны прийти? Я думаю, что можно. Вот повторюсь. Во-первых, у нас есть опыт и знания. В-третьих, во-вторых, точнее, вот эту инициативу, которую мы развивали несколько лет, ее перехватили, как ты знаешь, пришел новый руководитель этой группы и все отпустил на самотек. Это было так. Он просто, так сказать, слил эти там несколько... Слушай, я не стал участвовать в этой группе, в которой, так сказать, видел лист, с которыми я не разделяю ни ценности, ни взгляд. Я понимал, что это режим манипуляции. Ну, об этом мы здесь говорили в этом эфире. Давайте продолжим. Потом, если говорить о Слободском, все-таки есть личности, которые ключевую роль играют, да, вот мы им там отчасти доверяем. И можно взять это как проект. В нашей стране иногда берут, делают у нас проекты, иногда делают какие-то там иные формы извращения. Но в данном случае мы можем отработать его фактически, поскольку у нас есть рычаги, элементы контроля на ситуации. Мы уже в диалоге с этим Слободским. Мы понимаем, что там меньше всего денег. Но вот смотри, хочу... Но все-таки со Слободским в диалоге. Ну, со Слободским в диалоге до момента, потому что ведь речь идет о принятии решения. Если мы переводим в район, например, то там мы тоже понимаем, с кем говорить. Ведь это люди адекватные, мы с ними в одну группу входим. С Шлемензон в этой группе по дорогам находится уже третий год. Он там живет, он знает каждую проблему. У него есть рычаги, он будет в силу своих возможностей воздействовать на них. И Симаков тоже, правильно? Но мне бы хотелось, чтобы просто проблема получила, ну, больше резонанса. Во-первых, я не хотел бы выделять это направление вот отдельно, так сказать, уничижать этим остальные другие. Так не должно быть. Женщина, которая звонила на права, если здесь где-то там все, так сказать, умирает, то где-то благоухать не может однозначно. Но как вот, знаете ли, современность заставляет, как пиар-ход, может быть, действительно нам присоединиться к Сочи? Вот давайте, это моя уже идея, как бы ее будем обсуждать в том режиме, чтобы это было громко и понятно. Да, действительно, Кирову присоединяться может быть проблематично, потому что он и так бедный, несчастный весь там умирает. А вот если говорить о Сочи, это опять же не грозный, не будет политической подоплеки, то это уже интереснее, правильно? Вот давайте вот на наш... Владимир, это все красиво, но понимаешь, мы все время забываем, что есть вопрос не только в дороге, да, здесь мы правильно говорили, вопрос в доступности социальных услуг. В Сочи ездить еще дальше, чем в Слободской, за справками, понимаешь? Ну я думаю, что... И аэропорт в другом направлении. Да, 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 и вопрос вот связанный с тем, что если даже договориться, и какие-то средства вдруг в дорожном фонде района найдутся, и они каким-то образом более-менее дорогу сделают, Слободской этого ближе не станет. То есть мне кажется, все-таки тут вопросы присоединения более глубокие, чем просто дорожный вопрос. Нет, Юрий? Да, совершенно верно. Просто было бы удобно, жителям удобно посещать город Киров, чем ездить за какие-то... Ну это факт. Да, это факт. Тем более, как вы объявили, там разница, извините, конечно, понятно, что 26 рублей, да, там это приятно, да, но сейчас это стоит 180, да, где-то? Да. Вот, 180 рублей, люди, которые живут, в принципе, на таком же расстоянии, скажем, от города, как жители, скажем, Борды или Костина, да, они почему-то платят 180. Все, фактически, жители трудоспособного возраста, они все работают в городе Кирове. 180 в одну сторону? Да, конечно. И обратно? И обратно. Все работают в городе Кирове. 400 рублей? А если ездить на личном транспорте, это вот как раз, Юрий, с чего разговор начал, что ты там на ремонт грохнешь гораздо больше? Да, да, еще больше. Потому что идея-то родилась как раз вот из практических таких соображений. Я езжу каждый день. По реке сплавляться можно. Езжу каждый день, и поэтому, сколько уже подвесок заменил, это очень накладно. Речные трамвайчики. Поэтому, и тем более небезопасно ездить по этой дороге, вот у нас безопасность движения тоже об этом должна задуматься, потому что, ну, не чистит коммунальная служба дороги. Там, кстати, Усенко живет там рядышком. Вот, у нас выбрали его в общественную палату Российской Федерации. Сейчас к нему прямо обращаемся. Давай, присоединяйся. Шелемензон, Симаков, Усенко и там. Маурик, кстати, там живет тоже, Андрей Альбертович, давайте. Там все живут. Там много кто живет, да, на самом деле, из влиятельных лиц. А почему тогда? Ничего не понимаю. Мы вдвоем здесь отдуваемся. Они в рабочую группу не заявились? Ну, пока молча. Ну, по крайней мере, мне кажется, что вот вы когда называете, условно говоря, Шелемензона, там, Симакова, там у вас гораздо больше потенциальных сторонников, просто они пока публично не проявились. Ну, пусть просто сделают дороги. Просто пришло то время, что надо что-то решать. Что-то решать, поэтому все жители этих населенных пунктов заведены до отчаяния из-за этой дороги, из-за всех вот этих социальных проблем, которые коронавирусом. И все просто уже на такой нервной ситуации, что надо что-то, что-то где-то, что-то решать, поменять. И, может быть, губернатор Кировской области задумается тоже над этим вопросом. А может быть, есть какое-то третье решение? Да, будет, да, то есть, как-то еще правительство Кировской области рассмотрит какие-то поправки. У нас проблему с дорожниками же постоянно. Вы посмотрите, в городе Кирове в самом каждый год меняется руководитель департамента соответствующего. Расстрельная должность? Должность расстрельная, на самом деле. Я думаю, что эта схема, она управляемая, так удобно размывать ответственности. Это факт, но кто-то это делает, эту схему принимает, ее, так сказать, по ней работает. Просто надо менять на достойных людей, так сказать, в местах понятия решения, с понятной историей жизни, с репутацией, так сказать, иметь, и тогда все будет хорошо. То есть, хорошее будет подтягивать хорошее. Это важно. Ну, я так понимаю, что сейчас наша цель такая, что люди, которые нас слушали, у нас программа уже потихоньку подходит к концу, и те, которые живут по направлению дороги на Баташи, да, если вас эта тема на самом деле интересует, если вам жаль свой личный транспорт, если вам жаль этих 180 рублей на дорогу до Кирова и обратно, то есть вот пост в Фейсбуке у Юрия Басманова, и вы можете просто через комментарии либо присоединиться, либо свое мнение высказать, может быть, предложить какую-то другую совершенно идею, которая поможет это решить. Может быть, другая схема, да? То есть просто поактивнее в этом поучаствовать и понимать, что люди, которые затеяли эту историю, они своих корыстных интересов не преследуют. Вот фундамент хочется, чтобы все видели, что он позитивный должен быть. Мы не призываем никого к тому, чтобы ругать действующую власть. Все понимаем, что живем в аду, и только наше объединение, сплоченное какое-то, так сказать, светлое желание, устремление может решать вопросы. То есть не надо ослабляться, всем тяжело на самом деле. Ну, Константин Сечехин еще процитирую, комментировал. Инициатива интересна, но я бы не мелочился и присоединил Кирову сразу Слободской и Кирово-Чапецкий район. Все равно уже на протяжении четырех лет дороги по программе федеральной реконструкции в рамках агломерации. То есть вопрос по агломерации и управляемости этой агломерацией, это тоже очень большой и серьезный вопрос. У нас есть институты, которые примерно так представляют все развитие нашего государства. Они это делают юридически, фактически села умирают, никто туда не вкладывает никаких ресурсов, и больницы оттуда сокращают. Вы же видите это все. Поэтому к этому все идет в этом смысле, Костя, политически он прав. — Сейчас завершаем первый час разворота. Прощаемся с Юрием Басмановым, Багиром Шарифовым. Будем следить за развитием ситуации. Прервемся на новости, тематические программы и реклама. И в начале следующего часа с умным проездом в Кирове. — Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова